Особенно ценно и символично для нас то, что один из своих первых зарубежных визитов в должности президента вы, господин Диас-Канель, совершаете именно в Беларуси. Это подчеркивает ваш интерес к нашей стране как к надежному, проверенному партнеру и другу. Хочу вас заверить, что кубинская сторона никогда не будет разочарована сотрудничеством с Беларусью. Все, о чем мы с вами сегодня договоримся, будет неукоснительно исполняться. Гавана является для нас надежным союзником в регионе Латинской Америки. Наши страны объединяют совпадающие точки зрения по актуальным проблемам современного мира и конструктивная совместная работа на различных международных форумах. При этом Куба всегда была и остается для нас примером мужества, стойкости и верности своим идеалам. Беларусь, так же, как и ваша страна, придерживается мнения о недопустимости использования односторонних ограничительных мер в политике и торговле. Считаем, что такие действия в корне противоречат нормам права, подрывают доверие и ведут к росту напряженности. В Минске с большим интересом наблюдают за системными политическими преобразованиями, проводимыми при широкой общественной поддержке. Уверен, что новая конституция, зафиксировавшая достижения Кубинской революции, станет прочной основой устойчивого и динамичного развития государства на долгие годы. Говоря о перспективах белорусско-кубинского сотрудничества, необходимо отметить ряд направлений. Традиционно важной сферой нашего взаимодействия является сельское хозяйство. Кубинские аграрии – частые и всегда желанные гости в Беларуси. Мы готовы делиться своим передовым опытом, знаниями, технологиями, которые представляют для вас интерес. Это в равной степени касается и продукции сельскохозяйственного машиностроения, которое еще с советских времен хорошо известно на Острове Свободы. Понимая важность белорусских товаров для Кубы, мы в весьма непростых для нас условиях решили вопрос о предоставлении кредитов для финансирования поставок на максимально выгодных условиях. Это позволило нам реализовать ряд совместных интересных проектов. Уже отработаны очередные контракты на сумму более 30 миллионов евро, причем не только в области сельского хозяйства. Подписано соглашение о поставке на Кубу белорусских станков, обсуждается возможность создания совместного производства бытовой техники. Список можно продолжать. У нас создана правовая база на основе лучших мировых практик, развивается цифровая инфраструктура. В целях максимальной интеграции знаний, передового опыта и технологий в экономику совершенствуется система образования. Мы предлагаем реализовать имеющийся потенциал в этой области на принципах взаимодополняемости. Данные экономической статистики свидетельствуют о том, что возможности торговли Белоруссии и Кубы используются нами далеко не в полной мере. Поэтому мы с вами и приняли решение, что на короткую перспективу до следующего моего визита на Кубу наши представители правительства разработают дорожную карту, план действий, исполнение которого мы можем проконтролировать во время моего визита на Кубу. Убежден, что сегодня мы определим пути преодоления и существующих барьеров, и наше сотрудничество в экономической сфере выйдет на уровень стратегического партнерства. Для дальнейшего движения вперед имеется все необходимое. Развитая производственная база, передовой опыт технологии, а также политическая воля, взаимопонимание и поддержка глав государств. Уверен, что итоги переговоров в Минске будут способствовать развитию разнопланового белорусско-кубинского диалога, позволят достичь принципиальных договоренностей о нашем дальнейшем сотрудничестве. Вы должны знать, что мы всегда готовы к открытому обсуждению различных направлений взаимодействия в интересах народов наших стран.